Как они вон? Погляди, вот ушел. Ну что, рассказывай, что хотели. Желаю вернуться с вашего позволения. Ну давай сюда как-то сесть так, чтобы нас одинаково было видно. Можно котиков взять? Да-да, возьми. Давай сюда стул возьми, кошек там сгони поближе. Так, что хотел? Хотел вернуться жить к вам. Жить к нам. Ты сколько у Сергея прожил? Три недели. Завтра будет как три недели. Три недели будет. Три недели будет. А не больше? Мне кажется, больше. Ну мы так и договорились. Вот видишь, я как бы связан. Приехал-то он ко мне и просто так от него мне не избавиться. Я должен до конца заботиться о нем. Я все время спрашивал, есть ли хлеб, как вы там питаетесь. Еще мог я тебе туда пересылал, чтобы еще вкусненькое тебе послать, что ты любишь. Так? Так. Так. Ну и говорил Сергею, так Сергей, я тебе уже говорил, что Никита вернется только после беседы с тобой, а ты вернешься, когда напишем письменный договор. Я не люблю так, чтобы, а бы как, кто, хозяин и прочее. У меня Игорь жил у Добунов четырнадцать лет. Мы с первого дня. Ну что делаете? Зачем так, а? На похоронить будет ищет обед. Сразу составили договор. Никто, чтобы у тебя посторонние не были. Я больше ничего не сказал-то. Только с разрешения моего узнать кто как и где-то. Ну а потом только прошло полгода, у него приезжает мать. Он ко мне приходит, у меня мама приезжает, можно ее принять? Я говорю, Игорь, так мы же не об этом говорили. В договоре-то мы не сказали, он совершенно прав. Проходит маленькое времени, отец ли там приезжает. А папе можно сюда прийти? Вот это вот я понимаю исполнение закона. Опять посмеялся, я говорю, я имел ввиду чужих не води, чужих. Соглядата написано, в дом не вводи, чужого введи, он тебя расстроит все. Я много видел и знаю, как люди страдают от этого. И так и здесь. Договор составим. В договор войдет что? Тоже как всегда. Посторонних не приводить, шторки закрыты, двери запирать. Ну и что? Надо тут по ограде, тут само собой. Мы его составим, не переходя этих границ. Остановят еще. Ты уже был здесь. Ты согласен, что договора нет, но мы его составим попозже. Я не ожидал вас сегодня здесь. Второй вопрос. Он у тебя был три недели, Сергей. Брат, а рассказывай, как был он там? Какие претензии? Почему он уходит? Да претензии... Погромче. Претензий особо никаких нету. А почему он уходит, это у него надо спросить. Так, слушаю. Ну я посчитал как. Вы говорите как, за и против нужно сразу определить. Да. У Сергея, за какие у Сергея? У него более удобно, как сказать. И горячая вода всегда есть, и можно в магазин выйти. Ну более свободный как бы режим, если это можно так сказать. Ну еще плюс опыт с собаками, мне тоже интересно очень было. И хотя бы выгуливать даже, и как-то помогать. Что еще? Ну и Сергей, это довольно строгий человек такой. Мне тоже было полезно бы с ним пожить. Так. И а почему ты возвращаться решил сюда? Ну потому что есть еще лучше более варианты. Думаю, нужно пока вы живой, так сказать, еще от вас набраться побольше всего. Больше ничего нет. У меня собак нет, у меня кошки есть зато. Три кошки поднимать, выходить. Вот. Магазин, мы не ходим в магазин, у нас все свое есть. Игорь сейчас приехал, бутылку молока сует, говорит, две я не реализовал, барабаш. Ну кошкам. Я не взял, это твоя валюта. Да мне девать некуда, найдешь где-то дело-то. То есть, вот это держать в принципе нигде, ни у кого ничего не брать. Блажение давать. Что есть, раздал ты свободы. Никакие там мусульмане, никакие там террористы нас в этим не испугают, возьмут. А я уже раздал, ничего. Ну это возьму, так это уже дело другое. У меня претензий-то к тебе вообще никаких нету. Ты видишь, как он как рассуждает, люди видят. Значит, у них есть подозрение такое, даже у некоторых людей, что ты можешь на меня кинуться драться, когда я тебе делаю замещание. Вплоть до убийства. На чем это основано у людей, если они так думают? Какой ты мог повод подать? Думаю, они просто пытаются расстроить как-то между собой нас. Ну да. Значит, к этому поводу никакого нету. Ты за собой этого не замечал? Не-не, до такой точки кипения никогда не доходило, прям, чтобы броситься. Да тем более здесь мы не работаем, у нас вообще тут ничего нет. Там на работе где-то портил, ломал инструмент, естественно, делал замещание. Я тебя учил. Тебя не учили 26 лет, а я хочу, чтобы ты был другим. Люди, которые не понимают, судят, но другое, они-то с тобой заниматься не будут. Вот сейчас звонят, отпустите Никиту, чтобы он стал батюшкой. Это просто вообще, говорится. А попеть надо, а купить. Я держу, и православная церковь терпит великий ущерб, что из тебя я не сделал. Это не отпустил тебя на священника. Разве я тебя держал? Нет. Нет, нет, я тебе дверь открыта, и тем более ты уже меня знаешь, побыл здесь. Когда приехал, ты у меня тут пожил, приехал из Украины, и теперь, когда вернулись из Потеряевки 24 октября, ты у меня неделю прожил, так? Так. Так, ты это все сам увидел. Так, теперь ты мне выскажи претензии, чем ты недоволен, и чем я не должен тебя угнетать. Вы меня не угнетаете, все правильно. Разве что, мне хотя бы квадратный метр, лишь на пространство, где я мог бы свои вещи складывать. Вещи мы посмотрим с Володей. У меня трясут. Где у меня есть кто-то. Ну, что-то подумаем где-то, чтобы ходить. Пространство какое, от ноги вытянул, а Сергей поджал. Ноги уже куда-то. Суда, значит, нет, где-то две. Вот так вот. О, иди еще. Это не твоя? Нет. Это же надо, сейчас пуговик. Володя, пуговица хорошая. Ой, да ее надо погладить здесь. Возражений никаких нету. Лишнего говорить. Значит, у тебя были какие-то заскоки с ним? Ты ему выговаривал за что-то? Конечно, выговаривал. Что именно у него проявлялось там? Что проявлялось? Да, то, что не нужно было проявляться. Когда он уезжал, я говорю, Сергей, ты идешь туда, ты квартиран, поэтому ты смотри, что хозяин делает, везде делай. Я опять обращаюсь, я здесь жил, они двое жили, у них детей не было, уже в годах были. У них корова. Да, я подаю. Она ведра берет, а я в это время делаю, я в техникуме учился. Я выскакиваю босиком, ведра отберу недавно. Она белье гладит, я утюг отберу в ней, белье выглажу. Почему? Я квартирант. Ну вот, я вот этот идеал-то представлял, как вы были квартирантом, и хотел, чтобы его к этому идеалу-то приблизить. Вот. Ну, одно дело идеал, в другое время стремиться к этому идеалу. Вот. Ну, Никита старался, как мог, но претензии какие у меня были. Мы сразу договорились, что квартира-то не моя, квартира мамина. У нее до Никиты жил там человек, и маме мне не нравилось, что там было грязно. А мы с ним договорились, раз ты у меня живешь, я денег не прошу, наводи уборку. Делаю уборку. То есть я на него положился, а он говорит, а у меня сессия. Ну, мы же так не договаривались. Он говорит, что? У меня сессия. У кого? У Егора. А, у Егора. Да, я вот Никите-то эту историю рассказал. Что, говорит, у меня сессия. Ну, а мама зашла и увидела там, она это назвала срач. Вот. А я думаю, ну, он уберется, я и не убираюсь, как бы. А он. И она его попросила из квартиры. Я Никиту предупредил, чтобы такого не повторилось. Говорю, ты живешь, я денег себе не беру. Ну, из квартиры же выгонять. Это уже никуда не годится. Ну, договор такой был. А? Ну, договор так. Да нет, договор. Я бы никогда на это не пошел. Ну, не моя квартира, это квартира мамина. Ну, вот там она, ее квартира, но... Ему-то ничего не стоило, а то убрать и опять занимаются. Да, да, да. Ему ничего не стоило убрать. Золотую середину избрать. Ну, понятно, понятно. Пошла обида. Наши люди, кто его поддерживает. Понятно. Началась пула. Понятно. Какой-то Артур или под именем Артура нашелся. Начал тут гадить. Флут этот запускать по 30-40. У меня разных на форуме портить. Ну, я как считаю. Есть договор, если договорились, то надо исполнять. Если бы, допустим, я договорился, что деньги не брать, а тут вдруг стал брать. Хорошо. Ты вот с миром отпускаешь? Да, конечно, с миром. Не с войной. Он тебя никто никому не должен? Я как из лагеря детей отпускаю, это всегда спрашиваю. Я тебе должен? Нет. В городе встретить не будет так, встретимся по болевым точкам. Нет, значит, поблагодарим Бога, что все-таки я тебя отпускал, говорю, неделя. Понравится, вторую оставь, дальше видно будет где. Я тебя не зову. То есть мы свободно с Володей обходимся здесь. Но раз ты здесь будешь, значит, с Володей теперь там... Володя, запрягай утром, где картошку почистить. Ну, для себя-то ты любой ребенок в семье это делай. Я еще могу, я тоже прихожу, там то морковку тереть, то еще могу. У нас все есть. Глядеть надо. Тут снег кидает. Сейчас-то еще не очень, а зимой тут будет горку делать. Вы каждый год делаете тут для ребятишек. Такое. Ну, все остальное мелочь. Значит, мне нужно найти... Найдите литургию там одну-две. И скопируйте. И дальше статистику. Запустите, сколько слов. И сколько знаков. Только найди где-то, сделай это все. А ты сейчас поужинаем, и ты сразу займешься. Сегодня у нас 28 ноября 2015 года. Мы пришли вечером из храма. Оф! Так я это... Телефон на столе там и оставил. Ты не пойдешь туда? Лежит он на столе. Я бы, чтобы во время службы он у меня... Стоял и не видел, то ли его закрыли там или еще. Ну, давайте поблагодарим Бога. Володя, ты принимаешь его? Как брата? Конечно. Вот, покажи на себя. Чтобы все было тихо, мирно. Во славу Божию. Ты завтра его привезешь? Сегодня еще туда ночевать пойдешь? Вещи-то я не взял сегодня с собой. Ну ладно, завтра утром еще. Господи Божий наш, слава тебе. Хвала тебе, милосердный Создатель. Приводи с нами. Исполни нас благодать и Духа твоего Святого, дабы имя Твое Святое не хулилось через нашу жизнь, чтобы между нами был мир и любовь по слову Твоему. Научи нас внимать Тебе и слышать голос Духа твоего Святого. Хвала Тебе и слава, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Все, с миром Божьим. Играют, как они у меня тут. Пуговку-то она стащила уже. А? Пуговку стащила у вас. Стащила пуговку? Так вот она еще играет. Пуговку загнала где-то тут. Ну, а куда она ее делала, интересно? Вот интересно. Ее нигде не видать. Ну ладно, найдется где-то. Давайте, брать ее. Идите завтра. Ничего там не забывай. Где-то мы что-то здесь будем делать. Находить место. Помидоры мы поели. Помидоров у нас больше нет. Вот наш сегодня у нас 29 ноября. Брат Никита у нас возвращается от брата Сергея. Там погостил, сейчас сюда обратно возвращается. На ползунову 6. Со своими сумками. Ой-ой-ой-ой, сколько у него сумок-то. Ой-ой-ой. Вышли после собрания. Все готовимся к занятиям. Все обедаем. И на занятия, по слову Божьему. Принимайте гостя, Игнать Тихонич. Мир дом. Откуда гости? Откуда? С Украины. Что, Никита переезжает? Да. С мир дом вашим. С миром. Ну мы место тебе приготовили, вот это. Вчера разобрали. Помидоры. Не ты привез это? Нет. Ну это кто-то привез, это еретика одного. Книга. Ну вот такое дело. Ну что, давай, милости просим. Спаси Христос. Так, кровать там сверху заберет. Вот так, ладно. Твоя тут полка, он до тех пор будет. А там наша пусть лежит. Ага. Ты привез его там последователь. И тут он должен праздник. О, слава Божьем.